Привет! Продолжаю записывать свой видеодневник «Время идет и мы растем». Обещала вернуться к двухнедельной беременности и как же я узнала о том, точно ли я беременна или все-таки это надуманные мысли, которые довольно-таки часто беспокоят девушек, которым кажется, что оно случилось, а в итоге потом ничего и нет. Итак, я решила сделать это видео, основываясь на видео одного врача, которое точно и ясно говорит о том, что тесты не дают результата о том, что это случилось до задержки, о том, что чувствительность этих тестов очень низка и что они, в общем, не показывают. У меня был такой случай, то есть я купила сразу три, я их сделала один вечером, один ночью в 4 утра и один на следующий день на голодной желудок, как это и полагается, утром. То есть в течение дня я кушала все на свете, я все-таки решилась вечером сделать, то есть я подумала, что если оно есть, то оно есть, если нет, то значит ничего нет. Ровно все три дали положительный результат, то есть показали две полоски, но как они их показали? То есть это было что-то совершенно невидимое, неуловимое глазу, незаметное. Я выждала точное время, то есть ровно 5 минут, но даже ровно, даже до 5 минут эта полоска в принципе уже проявилась. То есть такое ощущение, что тебе кажется. Ты вот смотришь, ее по сути не видно, но она есть. Ну так как я до конца не могла поверить, потому что я понимала, что вроде как и до задержки, и вроде и ночью, и вечером, ну хотя и утром, но тесты были и дорогие, и дешевые. Я все-таки пошла сдать кровь на гормон, который называется ХГТ. То есть я сдала утром, вечером я уже получила положительный результат о том, что в моем случае две недели моего интересного состояния. На следующий день мне нужно было лететь, то есть я уже точно знала, что происходит, что это самый начальный уровень. Я чувствовала себя абсолютно здоровой, абсолютно уверенной в себе, и я спокойно перенесла перелет. После перелета были некоторые ощущения странные, но они всегда в начале есть. То есть это такие ощущения, как немного тянуло живот, и может быть даже какое-то головокружение легкое мне казалось, но и то я думаю, что это от смены часовых поясов, от температуры, от самой обстановки, и мы продолжаем дальше расти и развиваться. В следующей серии я хочу вам рассказать о ощущениях мамы на шестой неделе, и о питании, и о витаминах. О том, как это делаю я. Следите за новыми сериями. Спасибо, что были со мной. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!